друзья всем привет с вами санек посылочка вот такая вот я думаю тут трудно не догадаться что здесь из севастополя в общем чулок две полуоси в нем и еще две полуоси донорские в общем что это будет сейчас распечатаю расскажу кому интересно смотрите видео до конца ну и не забывайте комментировать возможно что-то буду делать не так как всегда задача здесь нестандартная нужно корпус сместить в одну сторону то есть от центра одну полуось укоротить другую сделать длиннее будем сейчас донорские растягивать тянуть настолько насколько нужно задача не из легких ну вполне себе выполнимая главное не перестараться и не порвать при растяжении ну я думаю все обойдется все погнали смотрите так распаковал здесь вот еще тряпушка не знаю зачем для чего мусор не попал так вроде завернута была вот полуоси здесь судя по внешнему виду вот этих крышек и самих полосей новые ну это соответственно доноры бэушные но фланцы него вточены здесь в размер здесь будут стоять как я понял дисковые тормоза не барабанные дисковые поэтому чтобы одевался тормозной диск их вточили в размер мы их и оставим пускай так и будут что это будет это будет друзьям мост на три цикла человек этом написал нарисовал ну и схему тоже прессова где где добавить 55 миллиметров где укоротить по итогу спросил как это все дело будет поэтому человек думал просто перевернуть чулок вверх ногами вырезать сливную переварить сюда варить заварить и варить сапун а для чего это все дело когда можно выстучать заднюю крышку и крути редуктор как тебе нравится вот по итогу решили все сделать наоборот где укоротить нужно сделать длиннее где добавить нужно сделать короче и вот этот центр он сместится такие вот моменты вот как то так ладно хорэ ля ля сам процесс весь наверное показывать не буду по крайней мере какие-то моменты потому что ну совсем немного на колью там 7090 там совсем другой процесс ну а здесь обязательно нужно иметь донора потому что если вот так вот чикнуть и и может не хватить так что друзья такие дела ладно первым делом что я делаю доноров сейчас разбираю полностью спиливаю вот эту обойму снимаю подшипник снимаю крышку и болгаркой срезаю вот этот фланец мне нужно ее вточить не обрезая и и вот здесь то есть сделать ее ну видно да для донора в самый раз так вот тут уже и спиливали когда-то туда долбанули в общем ну то что нужно что там говорить вот здесь примерно примерно то же самое вот такие вот друзья дела в общем разбираю спиливаю и протачиваю пока протачиваю вот в 30 размер а там посмотрим покажу что будет дальше да и пока не забыл пока все удобно полуоси стоят на своих местах замеряю расстояние от фланца от края фланца до до края фланца здесь получается 135 и 8 друзья вот такой же размер должен быть на выходе 135 и 8 все друзья подшипники сняты вот эта полуоська как которую показывал вот так вот тут издевались над ней в общем ее пущу на укорачивание а эту полуоську говорится растяну до нужного размера обрезаю лишнее болгарина по максимуму посрезал все лишнее друзья даже вот поспиливал частично я не знаю как правильно это назвать посадочная диска да и вот кольца получились такие все что меньше было обрабатывать криво косо все равно обстачивать главное что есть уже центровочная здесь центровочная соответственно с той стороны сейчас зажимаю между друзья центрами вот вот ту сторону к старой к патрону чтобы было удобно мне здесь ее торцевать истачиваю лишнее вот до тридцаточки может быть даже и немножечко тридцаточки чтобы проходила кольцо проходила это которая фиксирует подшипник опорная упорная стопорная ну хотя нет не стопорная вы поняли что там рассказываю вот все сейчас в станок и процесс продолжаем эти полуоси похоже что новые возможно даже от песочины и потому что вот на шлицах имеются такие раковины как от ржавчины вот с этой стороны ничего с этой стороны вот они где-то какие-то печальные лицевая часть этих полуосей на тех донорах это шлицевая получше в общем утверждать не буду новые либо они не новые а история умалчивает все сейчас отмечаю вот подшипника 45 миллиметров отмечаю резцом где буду отрезать это будет край фланца в который будет запрессовываться донор все одна полуось готова сейчас ее здесь вот обрезаю торцую и просверливаю друзья я вам точно говорю что полуоси вот эти вот они бушные хотя их выдали как новые первый косвенный это признак да вот этих раковин второй признак здесь я его нет да здесь вроде все замечательно ну вот если можно видеть вот здесь только что отколупал соплю думал наплыв нет это пескоструй не отбил грязь также шито грязь есть сейчас я достану вот она в углу эта грязь сейчас я уберу и сразу поменяется цвет на вот такой вот ржавенький где ты там но такой ржавенький она не крашеная нет она просто после пескоструйной камере здесь немножко шлифанули чтобы не видно было и все ну крышка соответственно подшипник и кольцо новое все это продается вот крышка подшипник и кольцо это где-то примерно рублей 700 может быть 800 цена да и полось бы уж на рублей 500 наверное смотря где берут и и и почем их продают а продают их на тысячи по три по три с половиной как и минимум а то и дороже выдавая за новые вот сейчас вот прям при вас зажму и уберу вон там в углу грязь и где тут еще вот этот я только что сколупнул а вот здесь вот тоже самое вон они наплывы это грязи и вот здесь и под ней будет ржавчина это как пить дать потому что с полосками тут занимаюсь как бы можно сказать каждый день сейчас вот отколупываю вот этот кусочек и покажу вот друзья отколупал и так туда вот она грязь вот она ржавчина ну соответственно здесь вот тоже да но это я до этого убрал я думаю объяснять не надо как в магазине появляются абсолютно друзья новые полуоси прям только с завода только выковали вот такие вот дела и к бабке не ходи друзья просто промухали но у санька не проведешь как то так но это же скач вот это друзья вообще же скач это она где-то лежала под дождем вот и все такая не должна быть новая полуоси капец в общем эта история мне все больше и больше нравится казалось бы да да у караки у гомонись и отдать человеку пускать пользуются ну нет друзья нет потому что полуоси савиту заявлены как новенькие но суть не в этом вот она старая бушная полуось да любая полуось да имеет посадочное место на которую садится тормозной барабан и на которую садится диск автомобильный до колесо само которое должно центроваться по отношению к оси чтобы не было яйца до чтобы она прикрутилась так как нужно кто-то скажет да там есть болты с конусами они все там выровняют сделают узнаете есть колеса да литые диски и бывает такое что у них посадочная вот больше продаются втулки специальные капролоновые одеваются потом центруется диск потом прикручивается вот попробуйте прикрутить диск без этих втулок и на автомобиле покататься особенно если это переднеприводное авто на передок смело ставки без втулок центруйте колесо болтами и проверите должно так или не должно суть не в этом вот она посадочная немножечко щеткой почистил вот он барабан заводской хоть и бушный но он заводской не лезет надо приложить усилие чтобы он усил отцентровался и стоял в том положении в котором он должен быть друзья также шить диск становится и в то положение которое он должен быть здесь здесь все залетает заскакивает зазоров здесь тьма тьмущая ну я думаю отцентруется как-то болтами возможно здесь тоже самое здесь еще хлеще наверно на заводе сбился инструмент который точит полоси изготавливается вот эту плоскость я уже выровнял вот эту вот чтобы не было она бьет здесь резец поставили точнее подачу такую быструю что грампа ластинка получилось здесь я ее выровнял потому что она восьмерила в общем доводим до ума повторюсь еще раз они были проточены видели да это вот эту проточку и вот эту и вот эту делал не я все интереснее и интереснее сейчас отрезаю это полоску и протачивают эту сторону да еще здесь не проверял вместо подсальник не просадили ли они его на заводе чтоб он не проваливался как-то так вот собственно вот собственно сами полуоси одна длинная одна короткая донора как раз хватило длина то что нужно все друзья варим сейчас не на ширик снимаю до кажется такой огромный хотя он остался в тех же размерах варил я варил я фланцы в кондукторах один так другой получился шов вот здесь этот понятно дело не трогал и перемиряю за перемиряю должно получиться 124 ровно ну размер заводской да ну я не в размер по краям полуоси поставил с одной стороны длинную с этой стороны друзья поставил короткую и теперь смотрим вот сюда вот такие вот зазоры где-то миллиметра по три с каждой стороны впрочем они стали так как и до этого стояли обычные стандартные полуоси размер то у нас не поменялся я имею ввиду от фланца края до фланца поэтому соответственно подшипники уперлись и все то же самое все то же самое что здесь что здесь все пальчик свободный они ничего не цепляют это самое главное и теперь самое такое тоже контрольная теперь замер от края фланца этого до края вот этого фланца он должен быть 135 и 8 сейчас сниму снова положил мост и сейчас вот так вот рулеткой цепляюсь за край фланца и проверяю расстояние получится ли оно такое же как пришло упаковано или нет смотрим 135 и цвечивает все 135 и 8 да вот пожалуйста все очень легко и просто как то так ладно на этом друзья буду заканчивать свое видео разбирать запаковывать и отправлять всем пока с вами был санек скоро увидимся и и и и и